В этом видео я постараюсь подробно и пошагово объяснить, как образуется форма пассива настоящего времени от глаголов первого типа. Если вы уже немного знакомы с темой, можно перематывать. В конце видео упражнения. Начнем с самых простых случаев. В целом пассив образуется легко. Берем основу первого лица единственного числа, то есть Minamoto, и прибавляем ТАН либо ТАН. Пример. Рассмотрим на примере нескольких глаголов, в которых не происходит чередование КПТ. Сначала ставим форму первого лица единственного числа. Убираем окончание Н. Это наша основа. СЕЙСО, ИСТУ, ПУХУ, ТАНССИ. Теперь прибавляем суффикс и окончание пассива ТАН. СЕЙСО ТАН, ИСТУ ТАН, ПУХУ ТАН, ТАНССИ ТАН. Совсем несложно, не правда ли? Возьмем глаголы посложнее, с чередованием КПТ. Пример. НУККУА. МИНА НУКУН. НУКУТАН. Теперь смотрим подробнее. Возьмем глагол ЛАХТЕ. Ставим в первое лицо единственного числа. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОМЕНЯТЬ ТЕ НА ДЕ. Теперь убираем окончание Н. И остается основа ЛАХТЕ, которой уже прибавляем суффикс и окончание пассива. Получаем ЛАХТЕТАН. Посмотрим другие примеры. Ставим форму МИНА. Убираем окончание Н. И к оставшейся основе присоединяем суффикс и окончание пассива. ЛУЕТАН, КЕРРОТАН, ХАЕТАН, ОПИТАН. Двигаемся дальше. В первом типе глаголов много слов, у которых в конце две А или две Э. В них будет происходить еще одно изменение. Возьмем для примера глаголы ЛАУЛАА, НАУРАА, САСТАЯ, ОСТАА. Ставим в первое лицо единственного числа. МИНА ЛАУЛАН, МИНА НАУРАН, МИНА САСТАН, МИНА ОСТАН. Убираем окончание Н. Если в конце нашей основы стоит А или Э, она будет меняться на Э. Уже к этой изменившейся основе мы прибавляем суффикс и окончание пассива. ЛАУЛАТАН, МИНА УРАТАН, САСТАТАН, ОСТАТАН. А теперь последний случай. Это глаголы с окончанием на А или Э, в которых происходит чередование копоты. Самый сложный случай. Берем для примера. КИРИОТАА, АНТАА, ПИТЯЕ, ПИИРТЯЕ. Ставим их в форму МИНА. МИНА КИРИОТАН, АННАН, ПИДЯН, ПИИРРЯН. Убираем окончание Н. Последнюю А или ЭА меняем на Э. И не забываем про чередование копоты. И только теперь прибавляем суффикс и окончание пассива. КИРИОТАТАН, АННЕТАН, ПИДЕТЯН, ПИРТЯН. А теперь тренируемся. Поставьте следующие глаголы в форму пассива. Умärtää, tietää, ваистая, кääнтю, пукея, sanoа. Поставьте видео на паузу, если хотите записать их. Через 10 секунд вы увидите правильные ответы. Ставим глаголы в первое лицо единственного числа. Убираем окончание Н и строим форму пассива. В данных случаях А и ЭА в конце основы поменялись на Э. Ну и не забываем про КОПЭТЭ. Следующее упражнение. Прослушайте и прочитайте фразы. Тот же самый глагол надо подставить во второе предложение, но в форме пассива. Ставьте видео на паузу, если хотите записать ответы. Спустя 10 секунд вы увидите правильный ответ и перевод на русский язык. КОПЭТЭПИ КОПЭТЭЕ He järjestевät juhlat. Juhlat järjestetään. Juhlia. Suomalaiset juhlivat juhannusta. Juhannusta juhlitaan kesäkuussa. Juhannusta juhlitaan kesäkuussa. Maksaa. Sinä maksat kortilla. Ostokset maksitaan kassalla. Etsiä. Minä etsin työpaikkaa. Työpaikkoja etsitään netistä. Työpaikkoja etsitään netistä. Juhlia. Sitä. Juhlia. Sitä. I bạn. Me the one. Se. Sitä. 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 Заходите на страничку сообщества, там несколько раз в месяц выкладываем материалы.